Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два брата Лена Ну и как-то так получилось, что братья группа Пиклаксон Их дом располагался недалеко от моей воинской части Они мне остались в домашнем телефоне Типа, когда будешь уволений, то есть не забегай Ну и как-то так получилось Там все это подробно расписывали в этой книжке Потом даже еще картинки нарисовал Кстати, картинки нарисовал Потому что Дарья мне показала В Москве вышел какие-то Книжка комиксов Тоже о гражданской обороне И там типа Игорёха Жевтун был консультантом У меня консультант в этой книжке Кайфовой хроники был Олег Манайгер Как его на самом деле назвал? Манагер Доротаньян Манагер Ну вот и получилось так, что Для меня это как для армии После этого всего армейского гиперизма Это подъем по спичкам Игорь, больше всего, от этого армейского веселой штуки Я теперь знаю, что у меня есть какая-то не такая поддержка То есть такие же придут, у нас только не женские Ну и в этом месяце никто даже представить не мог тогда, что там Игорёха у нас так взлетит Как и Егор Ну реально таматливый человек Тут ничего не поспоришь, не скажешь Он даже тогда отличался Я помню, что у нас такой был разговор Он говорит, ты как видишь свою группу Пути? А у меня тогда было погоняло Мэднес Я тащился от группы Мэднес Это английская Прямо без вот этих дудочки и с кашечки И все эти дела Ну вот, что ты влечал тебе к консал Ну то я кличка Мэднес лила Я говорю, вот что-то весело Типа Мэднеса такое, чтобы было Эх, там Все так позитивно, чтобы там все радовались Получать от этого удовольствия Тут нет, а я говорит, хочу сделать что-то аналога Sex Pistols Только не как это буржуйский, блин, а такое что-то наш Блин, а потом уже спустя какое-то время В нашем совместном концерте Мы разогревали его Он послушал, говорит, блин, Сань говорит, а больше он с тобой разговаривает тогда в подъезде Я говорю, ну а че там, не то хер на, че там разговаривали когда, ну, у братьев репетировали Он говорит, ну ты представлял свою группу сделать как СКА, как Мэднес А у меня тогда, вот, приют я, кажется, в духовой секции играл У меня была труба трамбок Я говорю, ну вот, твоя мечта осуществилась Я говорю, так вроде и твоя тоже Так что вот, получилось так Ну и по возможности, короче, как При каждом удобном, неудобном случае Дорогу пробил к братьям и туда мотался Записали там на четыре альбома У нас какой был проект совместный, группа Кайф Отыграли даже несколько раз в ДК Звездном Это где располагался Омский рок-клуб Один раз мы отыграли как группа Пульки Чем я до сих пор горжусь, что у меня Егор Летов играл на бас-гитаре Вот наши битжи, например Вот, короче, был в Новосибирске, в Новосибирске состав Путей И в Омске был в Омске состав Путей Потом отыграли оркестром легкой популярной музыки имени Ярослава Гашика Это такой чувак, Сергей Сергеев Он, короче, взял книжку Ярослава Гашика Швейка и Катудаки Меня барабанить пригласили Потому что думали, что я тогда еще барабанчивал Разумеется, сразу же после первой песни меня хозяин барабана в палочке забрал Ну, я помню, микрофон последний начал губавить И колотил, короче, ну, героически додержал, конечно, концерты концерта А потом еще это со мной Между песнями сказал, что вот мы недавно вернулись из Англии А, ну, это самое, на меня смокинг в какой-то там, где-то там, в разделалке нашли А ментовская форма, но я была там, гримерки, посмотрят Недавно были в Англии, и там он сейчас танцует модный танец брейк-данс Все такие, оу, зафи, 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 зафи Сейчас я вам покажу несколько движений, какую-то правильно танцевать брейк-данс Подпрыгнули на жопу, бухнули Пару раз нажали, поскатал, посылали Ну, вообще-то, полный дебилизм Вот, полный дебилизм Челюсти отпустились бы А потом, когда уже выходил, одел эту ментовскую форму Кто-то из зала гриппл Смотрите, он еще и мент Ну, так что могу сейчас, мастер брейк-данса, да, покажу Альбом, вот эта группа Кайфа Почему кайфовые хроники, книжка Потому что наш проект вот этот Назвали группа Кайфа Это, считайте, был у нас как «Кражданская оборона», «Гитлер» и «Клаксовый Путин» Это такое совместное такое мероприятие Играли пипец, менялись инструменты То есть, я до сих пор не умею играть ни на другом инструменте Кроме карарики Вот эта хреновина Это козу Ну, ты, твои, ты, я ведь, расскажу так я в саксу вот эту штуку ставим да каковы ты делал кому-то бля там я играю хороший пункт главное не засмеяться посиделась серьезно но это у нас каждый еще когда первый раз я положили госпиталь с болезнью геморрой а метода и выше не было как знаете как на каркане это короче моему зомполиту я художник в армии то есть его карипан начальники хирургического отделения в овском госпитале где лежал достоевский писал свои люди вот дал проще задание чтобы я на время службы чем-то заболевали животом и потом аппетит еще какая-нибудь а он дежурный по войсковым нарядом он бы со мной приехал у меня с этой травмой в госпитале меня просто специального положительного то есть моя бы так рисовал так и вышли только я старшему телеса старший был сержант юра полетят германии живущего я говорю пина не по ноге по ноге я чувствую нет и на еще раз ну нога пухла вызываем наряд и погнался за преступником перепрыгнул через забор подвихнул ногу предупреждал какой-то паспи придумали получается какая штука то есть причать так вот исковой нарядки но не запалит а какого-то который был ряд меня ведут нашу часть медпункты то есть аппарит поэтому узнает и приезжает уже туда позже не выдает костыли он такой запрет нет вы плохо смотрели ногу надо вести его в госпиталь меня грузит в госпиталь хирург на ногу посмотрел и пишет зато там помню себе ну там прочь припакали оформлять эти кабинет коридоры блин столовку всякую долгой клеп народное добро береги его при этом если нога портан гуся три пера армейские дела делали короче в госпитале наблюдают как солдаты толпы лом но льет и смотрю силуэты от кирич селиванов по манагер был летом или плачет квартирный катастрофе 5 концерта сможешь свалить это легко только у меня одежды нету гражданской начали мне искать одежду потом уже мне рассказывали что летом летом потащили шапку петушок в этой книжке тоже написано помните были петушки шапку петушок манагер потащил отцовское пальто ботинками прощай молодость тут какие-то штаны и и там заговорили через забор и перепрыгал меня встречали в этот квартирник это на квартирнике сначала там что-то по-моему раткевич по и попел сельванов поиграл потом братья попели потом егор попел но потом такой рад кире симона говорит все говорит забудь про барабаны сегодняшки отятый вокалист и давайте буду играть ты будешь петь врачу пили что как чуть-чуть в голову придет то есть не задурялись и текстами и чем-то особо нет такого что как он сейчас это материал там гитариста музыку выбирать или уже готовы с мелодии просто как чуть-чуть только виджету парень вот так будет идиос 2 альбома на вам бахали раньше что репетиция то альбом хочу выкипатично вот этот один диск который красный марш кто записывался у нас утихалась двумя микрофонами на магитофон комета два микрофона вешали единственно что орать приходилось потерпевшим потому что без микрофона просто орали проще барабанов прочих гитар всего гитара через магитофоны катушины пропускали там все кто занимался это хрень это знает там изобретали колесо блин потому что денег это не было нормально таз из нержавейки по моему легкий не алюминий блед алюминиевый успеете было в ограде сигаре кого-то ну короче металлическая какая-то хрень жопу к нему на паскадине прикрепляли микрофон и надо бошку заталкиваешь начинаешь петь а звук получается объем на стадионе потом эту катушку давали чувакам кто живут нормально нормальных условиях нормальных квартирах не частных домах те записывали аплодисменты стадионы до сих пор ходят песни на голову со стадионом а стадион это смывание воды в унитаз был и реально звучит как будто в интернете есть песни на голову со стадионом по моему на квартиру или к манагеру или в книжке написано точно я с манагером лишний раз консультировался в сомале где мы играли приходит моя очередь петь спел как непонятно что-то но как на удивление пел я приветствую вас спасибо про полета рокеры города омска а тогда так все это нравится прикольно было может то что мы нашли какие-то родственные души потому что что есть такие же придурки новосибирске такие же дебилы есть в омске пришли одно и то же делают делают эту музыку которая особо нахер никому не нужна но которая самим нравится это здорово что есть такие же единомышленники вот и на следующий день концерт д.к. звезды были селиванов склассу типом сигура подготовить это самое какие-то песни на тому же пример вы кидали помнишь что телеграф из солны и вот этот д.к. звезды был наступление кстати вот четыре альбома мой группы кайф записали которые вместе с пиклаксом и получилось так что когда у нас совместное выступление катушки остались блины у егора разумеется у меня мозгов не хватило в те времена в армии типа стилами копии хотя это говно конечно но все равно опять же это не ценишь когда это есть сколько таких сами прекрасно знаете у каждого в жизни есть такая штука что вроде как пока есть это а потом проходит какое-то время и думаешь вот блин нахрена я это сделал пометина это не сохранился ну вот и получился горюк спрашивает а туша пошли наш проект кайф то так конечно помню я потом подписал какой-то альбом и катушки нужны были так что кайф послужил в кайф он на него записал гражданскую оборону так что это даже лучше чем вот это непонятная хрень была хранена вот раз потом казах с красной армии вернулся то есть вот начали по нему там типа собирать музей сибирского подгрока и сейчас просто настало то время когда этот музей просто реально ему кирждык новосибирский становится то есть место расположения этого возле и так как разоматься том 914 года вот с 83 года там вся эта наша херня началась музыкальная историческое место власти не признали то есть если думали что там сделают типа арбата пешеходную улицу где будут всякие кафешки магазинчики лавочки была такая идея там собирать эти умные люди думать надумали что решили ее не делать поэтому рада ли посадок все на порядка слов также вместе тут музей интерес музея это сам скажу что то же самое что музей черного моря блин на черном море сейчас покажу афишку сожалению это кассет был памяти летом на санта ладно в этом хрен снимали до чернозем кузя опять андрюшкин летучие рыбы моногер да и моногер технологии освобождение то сашка ведут полное говно на человек хороший после этого выступления сложен саша вы играете как они перестали играть но человек хороший как был так и остался но из рук сего выживания так вот я потому что почему таким составом мы собираемся только блядь напоминках почему бы нам не собираться такие же составу пример и проводить допустим те же какие-то мини-фестивали здесь некиты крутые такие кнопки как кто-то тоже изуме больших клубах а перед началом примеру делать экспозицию есть музей а есть магнитофон на который не записал песни пустоты память яркий тоже составчик не уруч джеки потрошители чернозем опять аналоги рвагу перед началом фестивале это допустим делать экспозицию выставка что не просто там как застекнул все а именно можно там блять нашу попробовать потому что очень много хороших документов единственным он на это привяжем вот был когда первый концерт память янки дягилева юрина какой год рякин чапа а тринадцатый это я сожрение на церковь и так и посрался вот этих вот это запись и так с людьми и нажал ссылка но ребята играли одну музыку я делал другую блин еще на него поделился чтобы чудо херни играете на том 8 гузноблин браки будут а вот наша последняя вьет на субботу вместе были этого скобра так октябрьская революция это делать мне раз он рассказал что кайф пошел в кайф когда он умер астер сашку андрюшкина выбор здесь на поработок уже сумма пашка перетолщен вот эти действуют такой клуб проект тоги если нет да он там за уколю был выделный концерт гору то пашку из москвы на самаре а позже не смог тогда прийти а тогда не подожди там у него кто-то чувакова на басу играла а чесноком сашка был на видать не знаю многие говорят типа а мне наоборот а последний альбом я тоже видим нашим музей новосибирскому счет на сибирском скоро можно сказать московского андеграунд и то что приезжали в новосибирск выступать такие вот это у нас 88 год у меня еще блин помню говорят прекрасно падешь на концерт это возьмутся как раз бумажку солидно александр вы переезжаете в москву а я уже тут же сейчас приезжаю сюда музеи мы сделаем это все такую попрошайку на планете потому что много экспонатов вот это была такая штука аквариум группа ленинград ой город ленинград портой вот такую хребли вешали на заборах там на это самого сибирский и битком разумеется не понимает то есть когда у нас реально проблему политики по графе не модно непопулярным но на какой год это где-то 86 по моему я родился да ребята два два седьмого десятого восемь шестого года что тут изображено хрен его знает можно умные пытались гимарова втором классе или приклеить на красивом холме но здесь как гребенька приезжал один раз как сам по себе акустикой да или раза два и как полностью как аквариуму этого сейчас у нас сегодня продолжается боится боишь домом янки плюс там собирается так как сейчас музей сибирского панк рога переехал в москву хотя мы еще не переехал переехал только я это самое сейчас собираются в доме янки-дягину сделать музей есть целая подборка на сибирские газеты выходила вот это кайфовая хроника полная подборка и опять же преимущество что это можно будет помацать полистать она от сканина есть все прям группе нет группа другая мы потом скажем как называется все сканы вообще всех выпусков а у нас оригинал у нас не понятно ну просто арген он уже не потрогать не ловится потроу лишь оригинал среди придешь также прекрасно потрогать им колокий он буквально да вот здесь тоже посиди расслабьтесь на этом консерте чувак уехал воронеж из лавосибирска не саких и ценных там экспонатов этот магнитофон на который записывал лета в песне пустоту янка я беру писала альбом акуртический альбом потом великий октябрь и там руку приложили к этому пульт который крутили там по моему все ответы водоянки то самый наш старт электроника и на удивление он все до сих пор рабочий то что можно можно играть использоваться но кроме магнитофона уже магнитофон взяли у это самое александра рожкова в академ городке как раз написал его я вот видим на иску украшения сама наш мы не потихал этот водил разговорился да вот историческая улица это самое здесь какой-то музыкант живет какой-то там человек а потом опять же иллюзионщики пришли телевизионщики снимать а музей и я возьмусь дуру и ляпни что мы планируем в планах у нас как-то переехать может это через голода через два московскую область у меня самого дарюшка из москвы коленая москвичка сама вот и вот уж он садить или не джейки сада где-то один но типа жилье подешевле где-то там но даже подвозь к тому как-то так не знаю все бездалки а смотрахами ну вот это короче телевидение ну да 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 тихо пусть в этот же день уходит материал александр чеки уезжает в москву все пипец на строкович и началось и поэтому даже у нас получилось так что тушит по восприятию интересы сказал сделал сказал хотел попозже что это самое планирует эту попрошайку сделать на планету потому что вот опять же обойдется переезд это хрень и опять же там уже дюжи посчитать в весенний фестиваль новосибирские активисты вновь заговорили о создании музея сибирского рока в доме где жила янка дягилева на здание сейчас уже установили мемориальную табличку вокруг него сейчас забор рядом строят высотку удастся ли сохранить памятное место и чего не хватает для создания музея расскажет михаил якимов частный дом в центре новосибирска предлагают превратить в музей в небольшом одноэтажном бревенчатом строении жила знаменитая сибирская поэтесса и рок музыкант янка дягилева мы имеем уникальную фигуру в уникальном явлении то есть в русском роке который сам по себе довольно своеобразное явление мы имеем явление сибирского андеграунда в котором яркая фигура родилась и прожила жизнь в нашем городе у нас не так много исторических личностей чтобы ими разбрасываться шесть лет назад на стене дома установили мемориальную доску а в 2017 году началась компания по его сохранению дом получил статус выявленного объекта культурного наследия но пока реконструировать его и создать музей не удалось в прошлом году участок земли выкупил застройщик но пообещал не трогать памятное здание сейчас дом в котором жила янка дягилева находится за забором у поклонников ее творчество нет даже возможности подойти к мемориальной доске установленной на углу дома а за забором идет строительство нового жилого комплекса однако как уверяют активисты общавшиеся с представителями застройщика дом огражден забором со всех сторон и это действительно так ограда между домом и стройплощадкой защищает обветшавшие здания от стройки рабочие средней азии подходят помыть руки и даже не подозревают что за забором к которому провели кран достопримечательность ценная для новосибирцев проект создания музей сибирского рога в доме янки дягилевой активисты уже написали помимо экспозиции хотят сделать пространство для конференций презентаций и квартирников поддерживают идею музея творческие люди со всей страны увековечить историю о новосибирской поэтессе и музыканте решили и на экране в санкт-петербурге приступили к съемкам фильма о янке дягилевой михаил якимов денис савинский новосибирские новости